Дорогие друзья, пришло время нашей замечательной рубрики «Планета мам». И с нами Лена из Соединенных Штатов Америки. Ох ты! Это книжка доктора Комаровского. Какая прелесть! Здравствуйте, Леночка! Где это вы сейчас? Рассказывайте. Мы сейчас у нашего любимого педиатра. Наш педиатр зовут Элин Оздамир. Очень приятно. Тимоша сегодня два года. Ну не сегодня, а несколько недель назад. Но мы сегодня на двухлетний осмотр. А часто вообще приходится ходить к американским врачам на плановые осмотры? Я лично пытаюсь не заходить, если не надо. А есть ли положенные сроки, Леночка? Положенные есть. С самого начала каждые два дня, когда родился ребенок, надо проверять вес. А потом через каждые три месяца и году это получается каждый год. Понятно. То есть что с вами сейчас будет доктор делать? Или с вами уже что-то сделали? Ну доктор у нас взял капель крови, гемоглобин, и ощупал все наши места. И просил про диет. Скажите, пожалуйста, у нас огромная проблема привести к педиатру ребенка, и чтобы он не контактировал с другими детьми, которые часто соплины. Как это происходит вот в американской практике? Вы встретились с другими детьми. И нас сразу с первой ступеньки провожают либо в здоровую ожидальную комнату, либо в комнату там, где дети пришли на прием по поводу болезни. Замечательно. То есть абсолютно разные комнаты. То есть у вас фиксированное время, к которому вам было назначено, вы пришли, вы никого другого не видели. Окей, я так понимаю, что если ребенок заболеет, вы в эту же комнату и придете с ним. Ну мы придем в больную комнату, а не в другую. Не в эту, в другую. Что есть красивое и интересное? Покажите, похвастайтесь. По этому коридору мы прошли. Это наш, там где его взвешивают, нашего ребенка. Это стоит наша коляска, кстати. И вот тут мы ждем. Это здоровая комната. Ага. И вот сюда мы проходим по коридору. Тут такая серфинговая доска. А в больной комнате, по-моему, тоже никого нет. Сейчас я вам покажу там, где дети заболевшие сидят. Ага. Да. Очень страшная комната. Прямо так похоже на наши страшные больные комнаты. Да. Замечательно. А вот сидит эта девочка, которая меня приветствует и собирает с нас информацию для страховочной компании. И я смотрю, как-то у них не очень принято надевать на медработников специальную одежду. Там все как-то очень по-домашнему. Нет. Абсолютно не принято. Только в операционных отделениях. Скажите, Лена, а это именно офис педиатра или взрослые там тоже? Ну, она вот только в этом месяце взяла врача, который будет заниматься взрослыми. Но вообще-то это педиатрический офис. Она просто хотела добавить врача для взрослых, чтобы они помогли вести семейное здоровье перед беременностью. Скажите, пожалуйста, вопрос, насколько дорого общение с таким доктором? Кто платит? Вы из кармана, страховая компания? Как это происходит? У нас есть страховая компания, которая, когда я прихожу больная, с меня берут 20 долларов. Когда я прихожу на мои обыкновенные приемы раз в год, с меня ничего не было. Какое оборудование есть здесь? Есть ли здесь лаборатория, рентгенаппарат, аппарат ультразвуковой диагностики? Что-то здесь есть? Именно здесь рентгена и ультразвука нет, но есть, где можно делать обыкновенные кровяные анализы. То есть моего ребенка проверили на гемоглобин. Могут проверить мочу на некоторые очень простые болезни. И в основном, если что такое, сразу посылают в больницу. Скажите, пожалуйста, есть ли у супербогатого человека в Америке шансы, что детский врач придет к нему домой? Наверное, есть. Но это надо быть очень-очень богатым. Вы себе такого не позволите? Очень-очень богатым. Очень-очень-очень, да? Да. Понимаете, у нас просто очень часто, когда мы сравниваем нашу медицину и медицину американскую, нам всегда кажется, что наша медицина хуже всех. Просто мы, может быть, единственная страна, где у мамы есть шансы принять и напоить чаем педиатра у себя в доме. Ну, я думаю, что проблемы с медициной есть у каждой страны. И так же, как вы писали в своей книжке, в основном нужно уповать на то, что родители будут иметь здравый смысл. И вопрос, если можно поработать немножко переводчиком. Мне интересно, как часто в практике доктора бывают родители, которые отказываются от вакцинации, и что она с ними делает, с такими родителями? Говорит, самый хороший вопрос. Как минимум, 30% пациентов очень относятся к этому делу с осложнениями, к вакцинации именно. Настороженно, да? И очень много вопросов. С самого начала она смотрит на пациента, на этого ребёнка, и в какой среде этот ребёнок растёт. Начиная с воды, которая идёт из крана, заканчивая, какими игрушками этот ребёнок играется. И, в принципе, реакция на вакцину зависит от не только самой вакцины, но и среды окружающей ребёнка. То есть родители должны быть уверены в том, что доктор об этом также думает, и как-то знать, что вакцина — это только одна маленькая часть того, что влияет на их ребёнка. И если родители не хотят делать прививки, то лучше, конечно, их держать поближе и объяснять, и пытаться каким-то образом повлиять на их мышление именно, а не просто выгонять и говорить, что мы вас лечить не будем. Обнимите доктора от меня и скажите, что нам очень приятно, что по обе стороны океана у нормальных педиатров одни проблемы, одни родители и одни тенденции. Спасибо, коллега, огромное за взаимопонимание. Спасибо. Вы приятны. Спасибо большое за нас. Спасибо огромное вам, Лена. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Ну, мне кажется, было интересно, да, по итогам общения. Какие есть вопросы, друзья? Что вас больше всего удивило в этой ситуации? Меня лично приятно удивило и очень верится в то, что будет и у нас такое. Комната здорового ребёнка, комната, да, приболевшего или больного ребёнка, и вот эти коридоры — это всё в таком радостном стиле, и, главное, отделено, чтобы лишний раз контактировать. Меня, например, больше всего порадовало, что эти коридоры пустые. Правда? Ну, потому что я реально вижу чуть ли не главную проблему нашей поликлиники в том, что добраться до кабинета педиатра, не встретив сопливого ребёнка, невозможно, да. А потом мы рассказываем о том, что вот сделали прививку, и после этого у нас сопли. От прививки, казалось бы, да. Ещё что кого удивило? Какие вопросы возникли? Ещё меня удивило то, что врачи без халатов, без бахил, и как бы это удивительно. Это вообще на самом деле, вот халаты и так далее, это действительно огромное заблуждение наше. Вот мы настолько к этому привыкли, вот нам надо, чтобы врача сразу было видно, что это врач. Они просто трубку вот на шею повесили, и видно, что это врач. Понимаете? Лучше будет микробов больничных, будут те микробы, которые принесут, они не такие опасные. А в детском возрасте, это же вообще ключ. Вот эта ситуация, когда ребёнок видит белый халат, и вот уже истерика готовая, истерика готовая. Он слышит только шаги в виде человека в белом халате, он уже рыдает, да. Всё. И поэтому во всём мире давным-давно решили, что в больнице не может ходить человек в халате. Клоун ходить в детской больнице может и должен быть. А врача в белом халате там быть однозначно не должно, если там нет операционной. Конечно. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе.